Предлоги перед месяцами. Значит, в английском языке очень важно употреблять правильно предлоги, так как здесь очень много несовпадений с русским. Значит, какие предлоги употреблять с тем или иным месяцем? Всё просто. Ответ – предлог in. Перед месяцами мы ставим предлог in. Например, in January – в январе, in February – в феврале и так далее. Например, я это сделаю в январе. I will do it in January. Или, например, я был там в январе. I was there in January. Значит, также in ставится перед годами. in 2001, in 2011 – с временами года, in spring – весной, in autumn – осенью, in summer – летом, in winter – зимой. И со странами и городами. In Russia – в России, in New Zealand, например, в Новой Зеландии. Но самое главное помню, что с местами ставим предлог in. Правда, здесь есть некоторые исключения. Давайте вначале повторим месяца, а потом мы с вами разберём исключения. Итак, январь – January. Февраль – February. March – March. April – April. May – May. June – June. Июнь – July. Июль. August – August. September – September. Сентябрь. October – октябрь. November – ноябрь. И December – декабрь. Соответственно, in January – в январе. In February – в январе. In March – и так далее. На самом деле, здесь есть небольшое исключение. Если мы говорим в следующем, например, в следующем январе, в следующем феврале, то есть, в следующем апреле, то есть, говорим о будущем времени, то мы ставим next. Но здесь in не нужен просто next January, next February. Я сделаю это в следующем январе. И то же самое в прошедшем времени, в прошлом апреле, в прошлом месяце апреля. Например, I did it last April. I did it last May. I did it last June. То есть, если просто с месяца мы ставим предлог in, но если у нас есть временной указатель будущего времени next, или, например, next May, next June, next July, или last, то мы уже in не ставим. Да, это очень важное правило, так и здесь очень многие ошибаются.